Сегодня в Москве простились с народным артистом СССР Николаем Некрасовым. Вдохновенный музыкант, главный дирижер и художественный руководитель Академического оркестра русских народных инструментов ВГТРК. Со своим коллективом он объездил весь мир, подготовил интереснейшие программы, осуществил множество записей, вошедших в Золотой фонд музыкального искусства. Николай Некрасов был с оркестром практически до последнего дня. Старинный храм в Брюсовом переулке. На отпевании несколько человек, только самые близкие. Гражданская панихида в здании телеканала «Культура». Первая студия, сколько здесь сыграно. Первая запись маэстро Некрасова и Владислава Пьевко. Сегодня здесь же он прощается с другом. Сотни букетов и так негромко и просто о том, как гремел этот знаменитый оркестр. Он удивительно чувствовал народную песню, удивительно народную мелость чувствовал. Он потрясающе исполнял и городской романс, и дилетантов, Блаховы, Алябьевы. Парламу, понимаете. Ну, я вам скажу, что великий дирижер. Потому что на протяжении 20 века, вы меня простите, оркестры назывались именами своих дирижеров. Это только Андреевский был оркестр, Осиповский и Некрасовский. Этот самый тяжелый для них прощальный концерт в белых рубашках и бабочках, в черных торжественных платьях. В последний путь провожают своего дирижера. Музыкой, которую он сам так любил, понимал, собирал. Когда исполнял, это было русское чудо. Так называли оркестр, так сказали про него самого. Всего три струны была лайка и так виртуозно сыгранный Крейслер. В 57-м у Некрасова первая золотая медаль международного фестиваля в Москве. Это линия, когда музыкант бережно относится к фольклору. Когда ухищрения композиторские не заслоняют главного. А это главное является ценность народной песни. Поэтому его программы, связанные с романсом, с песней, приглашение замечательных певцов и созданный поющий оркестр, вот это, конечно, останется. Сколько будет потом этих его авторских инструментовок, аранжировок, написанных специально для каждого танца. Некрасов, дирижер оркестра ансамбля Игоря Моисеева. Когда возглавит оркестр академический инструментов русских народных, про него очень скоро скажут. Некрасовский, обжигающий и спепеляющий, напишет американская Нью-Йорк Таймс. Русскую народную под оркестр маэстро Некрасова затянет полмира. Европа взорвется криками браво. В солистах на родине все советские, российские звезды. Я с таким удовольствием наблюдал, как он работает с оркестром, как он интерпретирует любое произведение, какие тончайшие нюансы он отрабатывал. И у меня было убеждение после всего этого, услышанного, увиденного, что ни один человек не может оставаться равнодушным к русской музыке, независимо, какой он национальности этот человек. За почти 40 лет 500 записанных для радиофонда произведений, сотни гастролей и сколько концертов, каждый, как затяжной парашютный прыжок, знал, с чем сравнивать, когда-то окончил летную школу. Но то, чем он жил, всегда была музыка русская. Соболезнования родным и близким Николай Некрасова выразил президент России. Похороны выдающегося музыканта прошли на Троекуровском кладбище столицы. Субтитры создавал DimaTorzok